Всем про Уэйд и добро пожаловать в свежий, сочный выпуск новостей. Подходи, дорогой, пробуй, не скупись на просмотр. Погнали! Я уверен. Пацаны, голову не теряйте, во-первых, и всех благ вам лежит. Тревога! Новый айфончик задержится. Казалось бы, у Apple всё на мази. Ковидное ограничение 2020-го позади. Кризис комплектующих благодаря планированию и куче свободной наличности обошел их стороной. Но внезапно удар нанес климат, и проливные дожди затопили нафиг фабрику Foxconn в Джейн Джоу. На 350 тысяч сотрудников, которые выпускают около половины всех мобильных телефонов Apple. Под водой оказались как производственные линии, так и запасы комплектующих. Вот что бывает, когда тебя хейтит целая планета. Но вообще, конечно, это печально. Надеюсь, там никто не погиб, и дефицит или задержка продаж будут самыми серьезными последствиями природного катаклизма. Мы люди не гордые, не раз стояли в очередях и покупали айфоны перекупов три дорога, а постоим и в этом году не привыкать. Тем более, что вроде как будет ради чего постоять. Вон Макс Вайнбах из Bloomberg сообщил, что тренажка таки получит Always on Display, но только в Pro версии. Apple не хотят, чтобы постоянно включенный дисплей жрал батарейку, что дурной, поэтому будут использовать эту фишку в аппаратах с LTPO OLED матрицами. И учитывая, что такие дисплеи в этом году установят только в Pro, логично предположить, что и Always on появится только там. Получается, плюс одна фича, а помимо 120 Гц и телевика, в копилочку более дорогих айфонов. Как минимум на две фичи больше, чем у 12 Pro в сравнении с 12-шкой, да. Сканер же отпечатка пальцев по информации все того же Bloomberg в этом году ни один айфон не получит. Apple протестировали сканер под экраном и остались довольны его работой, но реализацию решили отложить на следующий год, чтобы, видимо, не шокировать нас излишним количеством инноваций. Хотя не уверена, что у них это получится, учитывая просто разрывную информацию о том, что в тренажку добавят быструю зарядку на невероятные 25 Ватт. И нет, я не про физический блок питания в комплекте, а про поддержку зарядки, которую нужно будет докупать отдельно. Apple полегче. В прошлом году вы подняли на 2 Ватта, в этом на 5. А в следующем, что доберетесь до 35? Я просто не уверена, что я готова к таким скоростям. А к чему нам всем точно нужно привыкать, так это к бета-версиям прошивок для наушников. На неделе Apple выпустили первую публичную бетку для AirPods Pro. Залететь в программу тестирования с двух ног сложно, понадобится X-код на Mac. Но, возможно, скоро купертиновцы упростят процедуру, и любой желающий сможет заценить новые фишки до их официального релиза. Сейчас предлагают ознакомиться и протестировать Spatial Audio и Шумодав FaceTime. Не самые хайповые функции, а так как откатиться на релизную версию в случае чего не получится, то и вступать в бета-тест тоже не стоит. Но если в будущем завезут что более интригующее, например, ту же передачу Lossless Audio по беспроводу, то там можно рискнуть. Тут, кстати, эту самую музыку без сжатия добавили в приложение Apple Music для Android. И владельцы альтернативной операционной системы могут наслаждаться Hi-Fi звучанием за недорого. А с учетом LDAC, APTX HD и других продвинутых беспроводных форматов, им это еще и куда удобнее и комфортнее, чем владельцам айфонов. Главное, чтобы со всеми этими инновациями хватило мобильного трафика, а то музыка в высоком качестве жрет, что дурная. Впрочем, для владельцев тарифа Will Socom Edition это вообще не проблема. Безлимитный YouTube, соцсети, мессенджеры и 25 гигов на все остальное за 550 рублей в месяц у них и так были. А теперь по заявкам зрителей можно подключить и полный безлимит вообще на все. Обойдется всего ничего от 1 рубля в день. В зависимости от региона и там уж, хоть обсмотрись видосов 4К, хоть хайрес музыки, обслушайся. Захочется позвонить кому-то из близких и поделиться впечатлениями, не вопрос. В пакет включено 500 минут на все мобильные номера региона пребывания. Подключить опцию безлимитного интернета можно в личном кабинете. Ну а если вы еще по какой-то непонятной причине не перешли на Will Socom Edition, обязательно жмите вот тут на ссылку в описании к ролику и присоединяйтесь. Кстати, кроме царских условий тарифа, вы еще получите набор прикольных стикеров и автоматически станете участником ежемесячных розыгрышей от Вали и Мегафон. Очень класс, типа ссылки и добро пожаловать в мир безлимитного мобильного интернета. Пора уже такое иметь, вот уже точно пора. Кернинг представили Gorilla Glass DX, и это не очередное самое прочное стекло для экрана вашего смартфона, нет. В компании вспомнили о братьях наших меньших, осознали, что каждый защищает их, чем под руку подвернется, и выпустили специальную гориллу для модулей камер. Обещают отличное светопропускание, отсутствие отражений, что по идее должно положительно сказаться на снимках. И я лично не очень в это верю, все-таки качество фото больше зависит от оптической системы и сенсора. Но вот количество паразитных бликов вокруг источников света таки может уменьшиться. Привет айфону с его сапфиром, который половину ночных фоток превращает в лазерное шоу с кучей зеленых лучиков и пятен. По традиции первыми Gorilla Glass DX получат аппараты Samsung, а конкретно Fold 3 и Flip Z3, презентация которых пройдет 11 августа. Если после прошлого выпуска, в котором я рассказывала о Steam Deck, вам показалось, что консоль как-то слишком хороша, то вам не показалось. И все, кто 16 июля обходными путями не смог оставить предзаказ на консоль, вряд ли получат ее до осени 2022-го. Всего за полтора часа Valve получили около 110 тысяч предзаказов. И сейчас зарезервировать деку можно только на второй и третий квартал следующего года. Бронь на консоли из первой партии барыги уже перепродают по цене от 1000 до 5000 долларов. Рыночек, как говорится, порешал и выровнял изначально заниженную Steam цену. С другой стороны, возможно, мы еще скажем первым покупателям спасибо за бета-тест. Как ни крути, а опыта в создании портативных консолей на фактически ноутбучном железе у Valve нет. И уверена, поначалу будут проблемы и с перегревом, и с троттлингом, и со стабильностью, и с шумом. Так что пусть на богачах и блогерах проверят, а потом и мы, простые ребята, подтянемся. А вот у кого опыта в создании портативных консолей завались, так это у Nintendo. И очень жаль, что они не планируют применять его для создания чего-то по-настоящему мощного и революционного. На неделе японцы не только опровергли информацию Bloomberg о том, что они якобы зарабатывают на Switch OLED на 40 долларов больше, чем на обычной версии, Но и слухи о Switch Pro, мол, ничего, кроме OLED-версии, которая выйдет в октябре, не планируем. Хватит спекуляций, не мешайте продажам, спасибо. Про продажи, это, конечно, я сама добавила. Ну, просто слишком оно явно читалось между строк. В общем, в этом году прошку можно точно не ждать, как, наверное, и в следующем. И так берут. Как-то давно никто ничего не воровал у Apple. И оно понятно, все годное, уже давно позаимствовали, а в последнее время купертиновцы занимались в основном тем, что доводили чужие идеи до ума. Но стоило им выпустить кое-что уникальное, пусть и немного спорное. И хоп, пошла жара. На неделе компания Realme зарегистрировала торговую марку MagDart. И указала, что продавать под ней будут систему беспроводной зарядки для смартфонов. И тут уже не надо быть гением, чтобы понять. Нас ждет китайский MagSafe. И что-то мне подсказывает лишь первый из многих. И знаете, пусть. Может, хоть Realme покажут Apple, как можно было сделать действительно хорошо и удобно. Ну, а пока они собираются с мыслями, Xiaomi через год покажет, что такое быстро. В июне 2022 стартует производство 200-ваттной зарядки Xiaomi HyperCharge. Если смартфон будет действительно заряжаться с нуля до сотни за 8 минут, то как-то абсолютно пофиг, чем он там подключается модным магнитом на шнурке или устаревшим USB-C. А вы как считаете, можно потерпеть мелкие неудобные дырки при такой скорости? Или лучше с магнитной шайбой на спине, но долго? Пишите в комментариях, как всегда, среди тех, кто поделится своим мнением, поставит лайк этому видео, мы не пожлобимся и разыграем 3 приза по 3 тысячи рублей. По итогам же прошлой недели свои честно заработанные получают скилл бота с обнимашками, приятный Игорь Утьманов, который никуда не торопится, и просто приятный Махира Аона. Всем спасибо за участие, победители поздравляю, прошу написать на специальный почтовый ящик. Молния, срочная новость. Вы сидите? Лучше сядьте. Клабхаус открыл доступ для всех пользователей. Ну, такая соцсеть, где всем есть и рассказать. Нет? В нее еще инвайты по 100-200 баксов продавали, теперь без них. Бесплатно. Но если серьезно, вряд ли хоть что-то поможет Клабхаусу вернуть его былую популярность. Возможно, как инструмент для онлайн-конференции или тренингов различных коучей он останется, но ждать возвращения инфлюенсеров или творческих личностей точно не стоит. Они, во-первых, уже выговорились, а во-вторых, для них налет элитарности и ощущение закрытого клуба было даже в плюс, а вещать для широких масс уже как бы не то. Тьфуя, бесплатно. В меняемой монетизации в Клабхаус так и не завезли, да и было бы шо монетизировать. Вот прям щас, ради интереса, скачала, зашла, ни одного друга онлайн, ни единые русскоязычные комнаты, а в англоязычных сидит максимум по 400 человек и рассказывают друг другу историей. Эх, а могли бы ведь на хайпе продаться какому-нибудь Фейсбуку за пару миллиардов. Прикинь ты, как им в Клабхаусе сейчас обидно. Надеюсь, разработчики когда-нибудь сделают комнату, расскажут свою историю и поделятся переживаниями на этот счет. Я бы ради такого, пожалуй, даже еще раз скачала. Сейчас, пожалуй, снова удалю. Представьте, вы пробились через толпы майнеров, урвали RTX 3090 по более-менее нормальной цене, пришли домой, воткнули, прогнали пару тестов, запускаете свежую MMORPG New World, в которой играет чуть ли не каждый второй твич-стример, и через полчаса несете свою видеокарту в сервис или в мусорное ведро. Как вам такая ситуация? Не очень? А для кого-то это не просто кулстория из интернета, это реальность. Некоторые владельцы 3090 столкнулись с постоянными вылетами и зависаниями в New World. А один из участников закрытого бета-тестирования рассказал, что игра уже отправила в сервис вторую EVGA GeForce RTX 3090. Судя по всему, он не один такой, и именно обладатели варианта от EVGA, ввиду ее конструктивных особенностей, чаще всего сталкиваются и со свистом конденсаторов, и с периодическими зависаниями. Разработчики игры утверждают, что все ок, и быть такого не может, но мы выпустили патч, который ограничит частоту кадров в меню. Ну типа поняли, все ок, ну вот вам патч. Ну же уж спасибо, хоть так играть в New World я пока не собираюсь, но хоть буду спокойно за владельцев 3090, все у них будет хорошо. Если, конечно, они не планируют майнить. А то беточек на этой неделе просел ниже 30К, и ему на выручку внезапно перешел Маск. Мол, верю в крипту, у самого кучи бетховинов эфиров и доги, у SpaceX битки есть, у Tesla тоже, у мамы, у папы, короче, у всех битки. А Tesla еще скоро начнет их снова принимать в счет оплаты автомобилей. Якобы после исхода майнинга из Китая крипта резко позеленела, и теперь уже можно. Помогло ли это беточку? Умеренно. Он вернулся на прежний уровень и опять стоит около 32-33 тысяч. Серьезно, надолго ли и не захочет ли Маск его скоро снова утопить? Переживаю за их отношения больше, чем за свои. 12-е поколение Core i от Intel еще даже не анонсировано, но зато процессоры уже вовсю продаются. Как же так вышло-то? Подсуетились китайские бизнесмены, и квалификационные сэмплы, предназначенные для внутренних тестов и сертификации, попали в свободную продажу. За топовый 16-ядерный Core i9-12900K просит около 1500 долларов. За материнку на чипе B660 еще около 1000. Итого 2500 за комплект. Раза в два дороже, чем будущая розничная цена, но как для еще не анонсированного продукта вообще даром. Тем более, что и платить кажется ей за что. Судя по всему, Intel решили всерьез вернуть себе пальму первенства. И глядя на первые тесты, 12900K опережает топовый Ryzen 9 5950X на 25% в однопоточных тестах и на 11% в многопоточных. И не забывайте, что речь о сэмпле, который скорее всего работает на пониженных частотах. Как вам такое, поклонники AMD? Не долго музыка играла на вашей улице, да? Но как бы да, вот только 5950X продается дешевле 1000 долларов. А Intel, напомню, еще даже не анонсирован. И возможно к моменту анонса AMD выкатит какой-нибудь 6950X и конкурировать придется уже с ним, и не факт, что так же успешно. Посмотрим, нам любой исход этой битвы выгоден. Важно, чтобы она продолжалась, а то стоило Intel расслабиться и хоп, AMD уже взвинтили цены. Так что давайте, конкурируйтесь. Средняя скорость интернета Starlink по всему миру превысила 150 Мбит в секунду. И блин, только представьте, что такая скорость доступна не только дома, а практически везде. И да, в некоторых регионах не дотягивает и до 5 Мбит, но ведь и далеко не все спутники уже запущены, а сеть все еще работает в тестовом режиме. Вот как ни крути, а пожалуй именно Starlink один из самых впечатляющих, а главное применимых на практике проектов Маска. Ну кроме Тесла, само собой. Для нее, кстати, на этой неделе запустили фулл селф-драйвинг автопилот по подписке. Всего за 199 долларов, а если до этого клиент заплатил пятерку за продвинутый автопилот, который не умеет, например, сам ездить по GPS, то ему подписка на фуллку обойдется лишь в 99 баксов. И да, на фоне 10 тысяч долларов это действительно лишь. И в отличие от разовой оплаты, отменить подписку можно в любой момент. С учетом того, что в США на машине ездят 2-3 года, а потом меняют, выгодно. Да и в целом удобно. Многие ждут от фулл селф-драйвинг чудес и далеко не всегда направдывают ожидания. А так, тачка слишком резко повернула или затормозила, автопилот ты уволен. И да, надеюсь, никто из вас в ближайшее время не услышит подобные слова. На этом все. Спасибо за... Ну я не могу отыскать по-другому, у меня тут штучки. Спасибо вам за просмотр, за лайкосы, за комментосы. Подписывайтесь, пожалуйста, на все мои соцсети. Там есть ссылки. Ну и там нормальные соцсети, не Клабхаус. Ну, пожалуйста, подписывайтесь. И до скорых встреч, я вас обнял. Посмотрите, у меня ручки помещаются в кадр. Раньше так нельзя было. Не было ручек, вот так они были обрезаны. Я рада.